Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем изучение трудных сложных мест Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим следующий вопрос. В первой главе книги Бытия 3 стих сказано «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Но в то же время в этой же главе с 14 по 19 стих говорится о том, как только на четвертый день Бог сотворил солнце, луну и звезды. Что же такое первозданный свет, который возникает в первый день творения? И о котором мы прочитали «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». А сотворение светил, первая глава с 14 по 19 стих, мы находим такие слова. «И сказал Бог, да будут светила на тверде небесной для освящения земли, и для отделения дня от ночи, и для знамений и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверде небесной, чтобы светить на землю». И стало так. «И создал Бог два светила великие, светила большие для управления днем, и светила меньшие для управления ночью, и звезды, и поставил их Бог на тверде небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый». Возникает вопрос, что такое созданный Богом свет первого дня, и чем он отличается от небесных светил, которые были созданы на четвертый день. Надо сказать прямо, что с древних времен вопрос об изначальном свете интересовал очень многих библейских экзегетов. И была предложена следующая конструкция объяснений, что изначальный свет – это свет более духовный, чем материальный свет, который исходит от Луны, от Солнца и от звезд. Сотворив этот свет в первый день, Господь как бы обозначил саму причину сотворения всего мира. Мир творится для того, чтобы во свете его мы узрели бы свет, чтобы человек ощущал привязанность к божественному свету. Христос говорит, что он есть свет, но Христос есть свет нетварный, который получает выражение, как некая икона в изначальном тварном свете. Таким образом, для людей была обозначена цель, ведь свет сам по себе не является самостоятельной субстанцией, он должен что-то высвечивать, от чего-то отражаться. Поэтому Господь сотворил изначальный свет, чтобы скрыть его потом для святых людей, которые будут отражать этот свет в своей жизни. И тварный свет первого дня, он символически указывает на нетварный божественный свет. Как я часто объясняю, святые не являются источником святости, они отражают святость, полученную от Христа, как Луна, она не является источником света, она отражает свет Солнца, и только в той мере, в какой свет Солнца касается ее. В нашей христианской традиции настаивается на том, что мы должны быть объяты божественным светом, который должен стать сутью нашего существования, как в Нагорной проповеди Христос и говорит. «И так досветит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». И этот духовный свет есть тот самый свет, о котором сказано, что свет во тьме светит, и тьма не может объять его. Сам Христос, источник нетварного света, объясняет, почему некоторые люди не хотят идти к Нему и веровать в Него. Он говорит, «Я есть свет, а вы во тьме ходите, во свете обнаружатся ваши злые дела». Вот почему люди не хотят приближаться ко Христу, не хотят даже признавать Его существование. Дивеевские сестры вспоминали, что когда они общались с преподобным старцем Серафимом Саровским, они видели, как от кистей его рук и от его лица тонкие лучики света пробивались через кожу, озаряя пространство вокруг старца и отражаясь, осеняя и тех сестер, которые слушали преподобного старца. Мы знаем, что когда боговидец Моисей какое-то время пробыл на Святой горе в общении с Богом, то когда он спустился с горы, его лицо сияло неизреченным светом. Евреям было страшно смотреть на него, поэтому они попросили его, чтобы он одевал покрывало, потому что этот свет, он страшен для плотских людей, для них он может являться как бы и источником раздражения. Итак, свет первого дня, этот тварный свет, о котором сказано «да будет свет», то есть он имеет начало, он является как бы иконой нетварного света Христа, который проявляется через святых. И мы помним, как на горе Фавор Христос приоткрыл тайну своего божества, когда высиял неизреченным светом. И для нас, православных христиан, это важно осознавать. А свет физический, материальный, он творится по Библии на четвертый день творения, для того, чтобы освещать Землю днем, это солнце и ночью, это луна и звезды. Таким образом, никакого противоречия по поводу этих текстов на самом деле не существует. Субтитры создавал DimaTorzok